В этот день, 30 января 1489 года, были впервые установлены дипломатические отношения между Московским государством и Священной Римской империей. 30 января 1730 года Верховный Тайный Совет возвел на русский престол Анну Яановну, племянницу Петра Великого. 30 января 1801 года государь Павел I подписал манифест о присоединении большой части Грузии к территории Российской империи. Грузия начала свое движение в состав Российской империи еще в 1783 году. Тогда состоялось историческое подписание Георгиевского трактата. Итак, царь Картли Кахетии признал себя вассалом русского монарха. Но земли эти лежали далеко от основной части России. В 1795 году иранский шах Агам Агамед Хан успел разрушить Тбилиси буквально до основания. А вопрос о полном воссоединении двух христианских народов, русских и грузин, еще был не решен. И когда на престол вступил император Павел, князь Чавчавазы с беспокойством писал ему «Великий государю, удостою расторгнуть недоумение мое и ожидание всей Грузии, милостивейшим на сие ответом, дабы царь мой и народ его обетами того священного трактата не были доведены до совершенной гибели». В любой момент нашествие персов или турок могло повториться. И простой грузинский народ, и местная аристократия, и даже царь Картли Кахетии Георгий XII ждали своего спасения в составе могучей военной империи. Наконец, Павел I принял положительное решение. Он лично назначил командира грузинской экспедиции. Им стал генерал Иван Лазарев. Из Моздока через заснеженный Кавказский хребет в Грузию отправился русский полк. Спустя ровно год части генерала Лазарева вместе с грузинским ополчением отбили очередное недружественное нашествие. И все тот же князь Чавчавадзе вручил государю Павлу так называемые просительные пункты, 16 штук, в которых от имени Георгия XII он снова воззвал к вхождению Грузии в состав России. Картли Кахетия превратилась в неотъемлемую часть Российской империи. 30 января 1630 года был запущен первый радиозонд для исследования атмосферы, изобретенным метеорологом Павлом Молчановым. В этот день, 30 января, родились Иван Турчининов, он же Джон Безил Турчин, русский офицер, участник Крымской войны. Он оказался в США, где дослужился до звания генерала. Потомственный донской казак и потомственный военный, гвардеец и инженер, ветеран венгерского похода и Крымской войны, представленный императору Николаю I. Таким знали в России Ивана Турчининова. Что заставило его пересечь океан и осесть в Штатах, мы в точности не знаем. По-видимому, дух авантюризма и либеральные взгляды, симпатии к республике. Однако также очевидно, уже на месте энтузиазм его поугас. Известны его письма в духе. «Разочарование мое полное. Я не вижу действительной свободы здесь ни на волос. Не правительство управляет бараньим стадом, а бодливые, долларами гремящие козлы-купцы. Эта республика – рай для богатых». Тем не менее, Турчининов успешно пустил корни в новой стране. Стал Джон Турчин. А его военные таланты и навыки очень пригодились во вспыхнувшей гражданской войне. Считается, что именно он создал первый бронепоезд в истории, который успешно действовал в армии северян. Дослужился до звания генерала. Турчининов. Турчин стал героем штыкового удара в одном из ключевых сражений войны – пред Четануги. Кстати, хорошо знал президента Линкольна. А вот император Александр II на просьбу вернуться на службу в Россию ответил отказом. Видимо, Турчининову не смогли простить скоропалительного отъезда за океан. Также 30 января родились Глеб Котельников, изобретатель парашюта. Исаак Дунаевский, композитор, автор музыки к знаменитым советским фильмам «Веселые ребята», «Волга-Волга», «Цирк». Кирилл Орловский, организатор партизанского движения, председатель образцового колхоза. Кирилл Орловский полжизни был профессиональным партизаном. Еще в 1918 году молодым человеком он командовал отрядом в Тулу германских войск. Тогда была еще Первая мировая война. Потом ему пришлось участвовать в диверсионных рейдах против белополяков. Потом в гражданской войне в Испании. А потом он снова партизан в лесах Белоруссии против Германии, но уже в Великую Отечественную. Когда Орловский был тяжело ранен, лишился руки, получил Героя Советского Союза. Казалось бы, ну вот время отдохнуть и выйти на пенсию. Но нет. В 1945 году Орловский добился того, что его назначили председателем колхоза. И вот вдруг, под его руководством, нищий разоренный колхоз «Рассвет» стал одним из первых колхозов-миллионеров. Где одних только машин было 500 штук. Позже эта история легла в основу фильма «Председатель». А Орловского играл сам Михаил Ульянов. Такой был человек. Таким был этот день 30 января.